История любви семьи Сидоровых началась в далеком 1967 году. Будучи помощницей секретаря комсомольской организации на электроприборе, Ольга Викторовна собирала взносы с трудящихся, в том числе со своего тогда еще просто коллеги Анатолия Леонидовича. Вскоре они начали встречаться, а через год, 26 апреля, поженились. Чита Сидоровых уверена, они нашли секрет своего семейного счастья. Взаимопонимание, взаимопонимание. Он один раз меня в огороде тругал, а я пошла, запела песню, говорю, а женщины всегда права. Вот и теперь соседка наша на работе всем пример говорит, вот как то ли соли, так надо говорить друг другу. А еще счастье в детях, говорят золотые юбиляры семейной жизни. У Анатолия Леонидовича и Ольги Викторовны сын и дочь, внук и внучка. Большая семья и учиты Жариковых. Их свела любовь к танцам. Познакомились с Владимиром Денисовичем и Людмилой Ильиничной 50 с лишним лет назад на танцплощадке. Первый я подошел, потанцевали и начали встречаться. Встречались два с половиной года и поженились. По молодости как-то мы, наверное, любили друг друга. А сейчас мы просто понимаем уже друг друга, уважаем друг друга. То есть, мне кажется, вот в этом и секрет счастья нашего. Всего сегодня на этом празднике 78 пар. Это самые активные семейные долгожители. Большинство из них активны участники общественной жизни города. Все принимают участие в разнообразных мероприятиях, в том числе и в тех, которые прошли в преддверии Дня Победы. Эти пары, которые 56 лет, они как раз захватывают тот период. Либо это дети до военного периода, либо это участники войны. И мы с нашими молодежными организациями, с детьми посещаем эти мероприятия, помогаем их, проводим, волонтерскую помощь оказываем. В прошлом году законодатели продлили региональную меру соцподдержки. Семьи, прожившие в Браге 50, 60 и 70 лет, получают выплаты в размере, равном количеству совместно прожитых лет. Но появилось одно новое положение. Теперь пара, претендующая на выплату, должна прожить во Владимирском регионе как минимум 10 лет. После введения этой меры, пяти парам в городском управлении соцзащиты в этом году по выплатам пришлось отказать. Хотя САБЕС старается идти навстречу всем. Потому что одна пара обратилась и говорят, что они сейчас из Питера приехали, но они 10 лет служил он в ковру. И вот сейчас мы ими занимаемся. Если они предупреждающие документы нам предоставят, что он служил 10 лет в ковру, мы эту выплату им произведем. Всего же за пять лет реализации этой меры в областном центре было выплачено более 165 миллионов рублей. Ежегодно за выплаты обращаются более 400 пар. В основном это золотые юбиляры. Пар, проживших в браке 60 лет и более, намного меньше. А 70-летних юбиляров в семейной жизни в этом году и вовсе нет. Только в прошлом году обратились две пары. Но в САБЕС уверены, таких пар будет больше. Ведь как минимум 80 пар, которые пришли на праздник сегодня, планируют в будущем отметить их благодатную 70-ю годовщину свадьбы. Светлана Барашкова, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант».